Всем привет! Очередное разговорное видео. YouTube убрал дизлайки. Как с этим жить, как ориентироваться? Мои советы для зрителей и авторов. Про оценки под видео. Хорош ли ролик, если на нем много лайков? Ну это совершенно не обязательно, потому что такая оценка, как количество лайков под видео, оно и раньше особо много не говорило. Потому что есть контент, допустим, какой-то тематики, там какой-нибудь блогер, который снимает для детей, у канала миллион подписчиков, фанов очень много, и ему все эти подписчики, дети, весь этот миллион ставят много лайков. У него лайков очень много, а случайность зрителя на его канал попадает редко, поэтому дизлайков от них было мало, и в итоге там на видосах куча лайков, а видос на самом деле, ну для детей ни о чем не понятный. Кстати, пишите, как вам новая камера, впервые на нее снимаю сейчас. Сонька, экшн-камера, трехсотая. Взял немного БУ. Сейчас снимаю с широким углом. Вот, поэтому иногда видишь ролик, куча-куча лайков, отличные оценки, позитивные комментарии в стиле автор-красавчик, но видео полный ужас. Просто, ну не знаю, там для малолетних дебилов снято. Вот, получается, как бы, ну оценки, по сути, эти под видео, они бессмысленны. Так что ли? Вот дизлайки и скрыли, как бы, чтобы малолетние авторы не обижались. Вот, это я все к чему? К тому, что и лайки, на самом деле, надо бы отменить, потому что они бесполезны. И, например, в Инстаграм, интересно, как камера снимает против солнца. В Инстаграм есть такая функция, в Инстаграме изначально не было дизлайков, это такая соцсеть, типа, более-менее позитивная. Как и во Вконтакте, например, там дизлайков не было. И появилась функция убрать и лайки. Мне кажется, из-за этим тоже, как бы, будущее. Чтобы лайки тоже скрывать. Вот. Ну, а на самом деле, Инстаграм и во Вконтакте, тут с другой стороны хочется зайти, это не какие-то информационные соцсети, где нужны какие-то оценки публикумовому материалу. Там не было чего-то серьезного, чему стоило бы давать такие оценки, типа, как, знаете, там, как правильно перекинуть ремень ГРМ. Наверное, в Инстаграме таких постов не будет. А на Ютубе будут. Вот. В таких соцсетях, как Инстаграм или ТикТок, дизлайки, в принципе, не нужны. Но Ютуб это вообще платформа, на мой взгляд, для длинных и подробных видео. Для меня это какая-то информация, польза, обучение, советы, как там что, ремонтировать, допустим, разобрать, что-то узнать, какую-то информацию об устройствах, что-то подобное. И сейчас убрали такой, типа, контроль качества, как дизлайк. Как я уже, ну, сказал выше, количество лайков, оно мало что значит. Если много лайков и мало дизлайков, это не значит, что ролик очень хороший или что он очень плохой. Единственное, раньше для меня был плюс от дизлайков, то, что заходя на видосы из похожих видео или из поиска по ключевым словам, по какой-то проблеме я быстро давал оценку по вот этому пункту соотношения лайк-дизлайк. Я давал какую-то оценку и делал какой-то свой вывод. И количество дизлайков это не какой-то ключевой пункт, чтобы сразу прервать просмотр, закрыть видео и уйти. Это один из немногих каких-то таких мини-аспектов был, которые ты разумом захватываешь и у тебя в голове калькулируется, стоит ли дальше продолжать просмотр этого видео. Может быть лучше стоит поразмыслить серьезней, что говорит автор в этом видосе, если у него много дизлайков. То есть еще один дополнительный критерий. Он не супер такой верифицированный этот критерий, но это еще один был дополнительный критерий, по которому можно судить. Один из десятка или один из двадцати критериев. Это количество дизлайков. И этот критерий мог подбавить веса на чашу весов. И вы не станете видео еще там глядеть 30 секунд, вы просто с него уйдете, с этого видоса. И теперь все с этим, этот критерий, количество дизлайков, он отвалился. А на количество лайков можно не смотреть. Как я говорил в начале, может быть их много, а видос ни о чем. Теперь остается смотреть на то, что осталось. Что это? Это заголовок видео. Это превью, картинка, видео. Это подача материала. Это сколько просмотров, сколько подписчиков. Впаривает ли блогерок рекламу в этом видео каких-нибудь букмекерских контор, ставок на спорт, рекламу кредиток или чего-то такого. Вот остаются какие-то вот такие вот вещи. Ну, смотреть на человека, что он говорит. Что он впаривает, что он подлечивает. Просит ли он там донаты какие-нибудь собирает. Что в комментах творится. Вот остается смотреть только на это. А раньше еще можно было посмотреть на количество дизлайков. Да, вроде ничего страшного не произошло. Вот как-то, на мой взгляд. Остается очень много критериев. Больше десятка. И убрали только один из них. И тот, который, ну, не слишком достоверен. Я лично дизлайки не ставлю уже много лет. Наверное, может, лет 10 назад я их ставил. Прошу прощения. Готов их снять. Я был молодой и глупый. Но я обращал внимание на дизлайки. Как один из слабых критериев. Но сам их я не ставил в последние годы. И, кстати, как... Кстати, я и на лайки не обращаю внимания. У тех блогеров, на которых я подписан. Вот которые у меня в подписках. Это те блогеры, которых я уважаю. За которыми я слежу. Которые мне интересны. Которые, я думаю, что это хорошие ребята. Ну, может, не все. Нам за кем-то надо последить еще. Меня интересует блогер. И я его смотрю. Меня не интересует, сколько лайков у него под видосом. Я на это никогда не смотрю. Если захожу на блогера из моих подписок. Моих знакомых, друзей и авторов. Которые мне нравятся. Я никогда не смотрю на количество лайков. Сам, конечно, ставлю. Но на количество лайков никогда не смотрю. Потому что это ничего не показывает. Да и на количество дизлайков тоже никогда не смотрел. У авторов, за которыми я слежу. Меня интересует блогер. Я его смотрю. И мне не важно, что у него там дизлайки под видео. Или что-то еще. И сам я диз ему, наверное, не поставлю. Вот. И что там по этому соотношению лайки-дизлайки. Мне все равно. Вот скажу за свой канал. У меня было соотношение. 5-10% дизлайков. 90-95% лайков. В среднем по всему каналу. Были видео, которые не нравились большему количеству людей. Были видео, на которых очень много лайков. Большой коэффициент. Но в среднем это было. Ну, каждому 10-му или каждому 20-му что-то не нравилось в моих видосах. Вот. Но я на это не обращал внимания. И на чужих каналах тоже особо не делал на эту ставку. Вот. Если у человека, у какого-то блогера, который я смотрю, который уважаю, у него много дизлайков под видео было. Я к этому спокойно относился. Даже в эту зону не глядел. И я знаю, что человек хороший, не балабол. В чем мне, какое мне дело до оценок под его видео. Ну, потому что не всегда большинство там правильно ставит оценки. Правильно понимает, о чем идет речь в видео. Правильно воспринимает. Ну, не всегда так бывает. А если мне покажется, что блогер заврался, я не буду обращать внимание на какие-то дизлайки или что-то еще. Ну, я такой сделаю вывод. Ну, все, блогер заврался. Я от него подписываюсь. Больше никогда не зайду на его канал. Или на видео из рекомендованных. То есть, если человек как-то себя дискредитировал, то я просто прерываю просмотр и ухожу. Кто вообще дизлайки ставит и почему? Ну, возможно, многие ставят дизлайки, потому что они думают, что их обманули с заголовком или с превью картинкой видео. Ну, тут я скажу, как бы, что просто не надо кликать по желтым заголовкам. Надо головой думать. Если желтый заголовок от незнакомого автора, я, скорее всего, просто не зайду на видео. И мне не придется ставить дизлайк, не придется получать какие-то отрицательные эмоции. У меня такая стратегия. Вот это всем совет при просмотре ютуба. Хотя, стоп. Дизлайки же отменили. И у меня стратегия просмотра ютуба просто не заходить на видео, которые мне могут не понравиться. И если ты опытный ютубер, то тебе как бы это понятно. У тебя высокая насмотренность, ты уже даже начинаешь понимать, что там внутри видео и так далее. А если вдруг я как-то случайно зашел на видео, которое вообще просто ужас, то я не пишу комменты, я не ставлю оценки. Я сразу же прерываю просмотр и ухожу с этого видео. Потому что комменты, оценки и так далее, это просто хайп. Это то, что нужно этим блогерам. Поэтому резкое прерывание просмотра это для ютуба звоночек, что видео не очень. И это для алгоритма сигнал понизить видео в выдаче. Поэтому я просто прерываю просмотр и все. Так что этим я помогаю людям, то что понижаю видео, которое не очень хорошее в выдаче. Ох, не знаю, камеру я держу ровно, нет? Первый раз снимаю. Вот. Однако есть такая проблема, что когда ты заходишь по какому-то поисковому запросу, типа там сломалась контактная группа замка зажигания на Шкоде Октавия. Приходится смотреть все видео, потому что просто мало контента. Приходится смотреть и плохие видео, и хорошие, и что-то там из них понимать. И как тут понять, видео плохое или нет, если дизлайки отменили? По критериям, о которых я говорил выше. О комментариях, о подаче, о общих характеристиках канала, видео о его описании, о просмотрах, комментах. Так что, как вывод. Лишились одного из просто десятка признаков, которые могут влиять. А могут и не влиять на то, что вы продолжите просмотр. И я считаю, что нужно скрыть и лайки тоже. Потому что без дизлайков, ну что нам до количества лайков? Мне все равно, например. Особенно, вот как я говорил ранее, что если блогеры из моих подписок, я на их каналах не обращаю количество на просмотры, на лайки, на все остальное. Потому что я люблю этих людей, я люблю их смотреть. В общем, я слышал, что существуют такие расширения, которые для бразвера, которые скрывают и лайки. Я себе такое не ставлю, потому что как бы я в этой сфере. И я как обзорщик должен за всем следить. Поэтому мне иногда бывает полезно эту дополнительную статистику знать. Сколько лайков, что как. Но если бы я был обычным зрителем, то я бы лайки тоже скрыл. Вот. Потому что нафиг это видеть. Сколько их и у кого. Эта информация ничего не значит. И для меня лично, и я уверен, для вас тоже она ничего не значит. Тысяча лайков на видосе или три тысячи? Какая разница? По-моему, никакой. Вот. Ну, что могу сказать. Дальше будет только хуже. Убрали дизлайки к комментам несколько лет назад. Я уже тогда где-то писал, то ли на стриме отвечал. Говорю, ребята, это поворотный момент. Скоро дизлайки под видео тоже отменят. Я был уверен, что их отменят. Для видосов. Ютуб вот зарабатывает деньги, им не нужен негатив в компании. Кстати, вот про негативные комменты тоже могу сказать. Сейчас уже не просто фильтр по ключевым словам, как было пару лет назад. Какие-то матерные слова ты туда заносишь вручную сам. И эти комменты, они сразу же скрываются автоматически. Сейчас добавили фильтр нейросетью. Если у вас много негативных слов в комментарии, в комментарии отправляется специальный раздел для блогера. То есть не просто ключевые слова матерные, а обычные слова, но негативные. Вот. То есть это жестко. Это нейросеть, оценивающая комментарии по своим критериям и не публикующие его. Дальше будет только хуже. Готовьтесь. Я уже 10 лет на Ютубе. И в целом мне... Ну, это все не важно. Это не важно. Лайки, комменты, просмотры. Это все не важно. Я для себя все это делаю. Своё удовольствие. Поэтому мне не важно. Но мне кажется, что некоторые авторы недовольны изменениями и уходят с Ютуба. Что с этим делать? Ну, если вы автор, вы решите для себя. Вы этим занимаетесь ради лайков, дизлайков и так далее. Или просто это у вас как хобби. Для некоторых авторов это наоборот в плюс то, что они теперь могут хайпить по-жёсткому, там, какие-то жесткими желтыми заголовками. И им за это ничего не будет. И им даже не поставят за это дизлайк. Тоже так что с точки зрения некоторых нечистых на руку авторов это наоборот выгодно, что убрали дизлайки. А с точки зрения некоторых это невыгодно. Это прям типа плевок в душу. Если же вы не автор, то вам стоит учиться просто как-то по внешним признакам определять видео, которые вам не понравятся. Вот. И на них просто не заходить. Это нужен большой опыт. Вот и всё. Подпишитесь на кого вам надо, отпишитесь на кого не надо и будете спокойно там сидеть в своём ютубе, который огорожен от каких-то других негативных каналов, где вы хотели бы поставить дизлайк, а эту возможность у вас отобрали. Как-то так. Вот пишите, как вам камера, как вам картинка. Надеюсь, всё было хорошо. Покажу себя напоследок. Камера Сонька, которая без 4К, простенькая. Будем на неё снимать. Теперь разговорные видео и какие-то подсъёмки. Может быть, там есть какой-нибудь сплав или что-то такое. То я возьму такую камеру, а не свою полноценную. Или если какие-то видео, типа там порубить топором, её можно закрепить на голову, а топором спокойно поработать. Ну, снегирь. Не знаю, видно ли на эту камеру такого красного снегиря. Давайте я попробую подойти поближе. Да хрен там. Так он и подпустит. Улетел. Ну, всё. Ссылочки, дополнительные информации в описании видоса. Всем спасибо. До встречи на канале. Пишите, что думаете по этому вопросу. Хорошо это или плохо. Влияли ли дизлайки на ваше мнение при просмотре видосов. Или нет. Всё. Всем пока.